Дома блокированной застройки, в народе просто называемые таунхаусами. В последнее время спрос на такие жилые помещения заметно возрос. Красиво снаружи, комфортно и просторно внутри. В эти дома могли бы легко заселиться свыше 40 семей. Однако у этих зданий есть одно «но». По документам на этом участке должен был стоять частный дом. По градостроительному кодексу, на земле, выделенной под индивидуальное жилищное строительство, могут возвести дом не больше, чем в три этажа, с мансардой или пристройкой по желанию. И главное условие – жилье предназначено для одной семьи. Однако тульские застройщики работают по своим законам. На деле в доме для одной семьи оказалось порядка восьми дверей в ряд. Деревня Старая Басова, это Ильинское сельское поселение. Глава вместе с своими сотрудниками уезжала, смотрела, увидела. И обратилась к нам. Мы написали письмо о признании этих домов самовольными постройками, потому что построены они не в соответствии с назначением земельного участка. Земли по строительству частных домов в Туле выделяют регулярно. Большинство хозяев закон соблюдают. Постройки, явно не похожие на индивидуальное жилье, сразу привлекают внимание госстроинспекции. Так и в деревне Старая Басова Ленинского района во время проверки выявили несоответствие законам. В данном случае строятся они без разрешительной документации, не вводятся в эксплуатацию тем образом, как они должны были вводиться. Кроме того, сейчас решается вопрос по неподключению незаконно построенных объектов к сетям электро-газоснабжения. В настоящее время правила оформления участка практически одинаковы как для индивидуального строительства, так и для строительства, к примеру, таунхауса. Однако собственники продолжают нарушать закон. Владелец четырех домов Старом Басова и вовсе предпочел отказаться от общения с прессой. Сейчас заключение проверки почти по всем домам направлены в суд. Если он подтвердит нарушение градостроительного кодекса, то застройщика обяжут снести часть зданий. Екатерина Соливанова, Дмитрий Колосков, ТВ-Центр Тула.